Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение курса современные США. На прошлой лекции мы с вами начали говорить об американском регионализме. Сегодня мы продолжим эту тему страноведческого характера и тема этого занятия «Особенности отдельных регионов, их памятные места и достопримечательности». Перед вами на слайде эмблема национальных парков США. Это специальная служба, которая этим занимается в США уже больше 100 лет. План нашего сегодняшнего занятия мы поговорим об особенностях отдельных регионов, их памятных местах и достопримечательностях. Также поговорим о национальных парках и заповедниках США и немножко подробнее поговорим о двух штатах, об Аляске и Гавайских островах. Поэтому целью нашего занятия является рассмотрение вопросов страноведческого характера, включая описание наиболее интересных регионов, городов и штатов страны, а также крупнейших национальных парков и заповедников США. Как я уже говорил на предыдущей лекции, территория США условно делится на шесть крупных регионов. Каждый из них имеет какие-то определенные особенности географические, климатические, природные и так далее. И безусловно каждый житель США проживая в том или ином регионе, он является его страстным патриотом. Безусловно каждый американец патриот своей малой родины, своего городка, где он живет, или крупного города, вот или ферму, поселение какого-нибудь. Также он естественно патриот своего штата и патриот своего региона. Очень часто можно видеть людей в вейсболках, в футболках с названиями отдельных городов, штатов и безусловно чаще всего это выходцы как раз таки из этих городов и штатов. Кроме того, у американцев принято немножко так подшучивать над представителями других регионов, считать свой регион безусловно выдающимся и лучшим, так сказать, по сравнению с другими. Особым объектом шуток в США являются Янки, так называемые. Это выходцы из Новой Англии, жители Новой Англии, крупных городов наподобие Нью-Йорка, Бостона и так далее. И есть целый цикл анекдотов, которые начинаются фразой «Приехал Янки в Техас», допустим, да, и там с ним происходят всякие удивительные вещи. Это очень напоминает такой советский, не совсем политкорректный цикл анекдотов про Чукча, когда многие из них начинались фразой «Приехал Чукча в Москву», да, и там тоже с ним происходили всякие интересные вещи. Так вот, есть цикл анекдотов «Приехал Янки в Техас», а есть огромный цикл анекдотов, связанный с тем, что, наоборот, житель сельской местности, допустим, со Среднего Запада попал в крупный город, в тот же Нью-Йорк, допустим, да, так вот, жители вот таких развитых городских регионов США, таких как Восточное побережье, Западное побережье, где расположены основные крупнейшие города США, вот они несколько, так сказать, свысока относятся к представителям центральной части страны, где люди в основном занимаются сельским хозяйством, это такие штаты, вот как, Оклахома, Дебраска, Айова, Иринойс и так далее, вот. Часто они, жителей этих регионов, называются немножко таким презирительным словом «реднек». От английского «ред» — красный, «нек» — шея, то есть такие красношеи, то есть если человек много времени пробует на воздухе, занимаясь сельским хозяйством, то у него обгорают, как правило, так сказать, шея, вот, руки, и вот представители городов так вот немножко саркастически относятся к выходцам из сельских регионов. Вообще, если взять географическую карту США, то есть не политическую, где вот четкое деление границ штатов и так далее, а именно географическую, да, то видно, что на ней очень много зеленых пятнышек разного размера, там, мелкого, среднего и даже крупного. Вот эти зеленые пятнышки — это все национальные парки и заповедники США. Их в США очень много, больше 360-ти, то есть это довольно значительный процент территории страны. Вот, ими управляет специальная государственная структура службы национальных парков. Вот эмблему этой службы вы могли видеть на самом первом слайде. Ну, давайте немножко поговорим о самых известных национальных парках США. Самый крупный и самый старый национальный парк США называется Йеллоустоун — Желтый камень. Вот это национальный парк, большая часть территории которого расположена в штате Вайоминг — это на западе США, на огромном таком скалистом плато. Это действительно крупнейший, очень интересный национальный парк. Его главной достопримечательностью является гейзер, огромный гейзер, самый высокий на Земле, который называется «Old Fightful». В наших источниках пишут почему-то там «старый воин» или «ветеран». Ну, на самом деле, перевод «Old Fightful» — это что-то вроде как «старый служака». Он действительно очень давно известен, и он периодически выбрасывает в воздух огромное количество раскаленной воды, пара, так сказать, чем славятся гейзеры. Вот. И, кстати, подобный гейзер с таким же названием есть и на территории одного из кальфорнийских национальных парков, тоже там есть «Old Fightful». Он 50 минут молчит, а потом 5 минут выбрасывает воздух на высоту до 30 метров. В общем, огромный столб раскаленной воды и пара. Итак, Йеллоустоун — это вот в центре США, ближе к западу, в Вайоминге. В Калифорнии есть замечательный, очень интересный национальный парк, который называется Йосемити, Йосемитский национальный парк. Здесь в свое время жили индейцы с таким названием племени Йосемити в переводе с местного индейского наречия. Это означает «седой медведь». Вот он несколько моложе, чем Йеллоустоун. Статус национального парка приобрел уже в начале 20 века, и вот жители западного региона США, Калифорния, в частности, очень любят бывать вот в этом Йосемитском национальном парке. Ну и в Колорадо находится тоже очень крупный, очень интересный национальный парк «Рокки Маунтин». Это такие дымчатые скалистые горы, вот там замечательная природа, водопады, вот и вот жители центральной части страны с удовольствием приезжают на отдых в национальный парк «Рокки Маунтин». Мне довелось работать очень много в городке Вест-Бранч штата Айова, поскольку там находится Гуверская национальная библиотека и музей. Это место рождения 31-го президента США Герберта Гувера. Вот, и эта территория как раз таки является тоже зоной контроля национального парка. одноименного, и вот этот городок Вест-Бранч, он как бы законсервирован на уровне 30-х годов 20-го века. Более новых зданий там нет, там сохранен дизайн того времени и зданий, и улиц, скажем так, да, и все дома окрестные, это, кстати, на улице, на которой родился и вырос Герберт Гувер, вот они выкуплены этой службой. Вот, и там сейчас сплошной такой ретро-музей, включая сам домик, в котором родился 31-й президент США. Вот, и надо сказать, что действительно сотрудники этих служб национальных парков, это очень большие энтузиасты, это очень интересные люди, которые вот привлекают туристов, очень многое интересно рассказывают. Вот, и лично знаком с некоторыми из них, в общем, надо сказать, что это очень большие профессионалы и большие энтузиасты своего дела. Вообще американцы очень любят символику своих городов, регионов, шутливые названия дают своим городам и регионам. Ну, допустим, Чикаго известен как Windy City, то есть город ветров, то есть там вот с великих озер постоянно дует такой прохладный ветер, вот. А Нью-Йорк, ну, часто называют большим яблоком, то есть Big Apple, вот такое неофициальное название Нью-Йорка, и даже когда электричка или поезд прибывает на центральный вокзал Нью-Йорка, то машинист не говорит Welcome to the New York, он говорит Welcome to the Big Apple, то есть добро пожаловать в большое яблоко. И действительно, это, собственно говоря, карта города, похожа на разрезанное, так сказать, пополам большое яблоко. Вот, и очень много сувениров, так сказать, именно такой формы, так сказать, продается в отношении Нью-Йорка. Надо сказать, что в США есть как природные, так и рукотворные достопримечательности. Ну, если вот национальные парки, вот наподобие Йосемит, или там Yellowstone, Rocky Mountain, это природные достопримечательности. Ну, кстати, о них рассказывается вот, в том числе, на видео, вот у меня в руках серия «Золотой глобус» и диск национальной парки США, вот где как раз такие замечательные документальные фильмы. Вот я показываю своим студентам, здесь есть документальные фильмы об истории Йеллоустоуна, о Гранд-каньоне, Брайс-каньоне и других природных достопримечательностей США. Что касается рукотворных достопримечательностей, то самое известное – это Тейч оф Либерти, статуя свободы. Это подарок французов американскому народу. Это вот статуя свободы, которая находится в гавани реки Гудзон, фактически на территории города Нью-Йорк. Вот, и здесь вот в Короне есть великолепная смотровая площадка, откуда очень хорошо виден Нью-Йорк. Вот, и замечательная рукотворная достопримечательность – это гора Рашморф, штате Южная Дакота, в которой скульпторами вырезаны профили четырех отцов-основателей США. Вот мы здесь видим профиль Джорджа Вашингтона, вот первый справа. Вот также тут есть Теодор Рузвельт, который вот в этом штате все время служил, Аврам Линкольн. Вот самые-самые выдающиеся американцы, их профили вырезаны в скале. Это очень такая известная и очень привлекающая туристов достопримечательность штата Южная Дакота. Безусловно, особый интерес вызывают некоторые штаты. Единственный островной штат, как я уже говорил, в США – Гавайские острова, а также Аляска. Аляска сейчас популярное место для туристов. Есть и летние круизы пароходные, есть и просто туристические достопримечательности. В частности, одна из них – это гора Маккинли, самая высокая точка всего американского континента, высота 6194 метра. Вы видите, вот какая красивая гора Маккинли, названная в честь президента США, погибшего в самом начале 20 века. Самое низкое место в США – это Долина Смерти, 86 метров ниже уровня моря. Это очень засушливое такое место в штате Калифорния. И когда переселенцы шли с востока на запад, вот пересекая Долину Смерти, они иногда погибали от обезвоживания, от тепловых ударов. И эта Долина Смерти буквально усеяна костями людей и животных, которые шли вот на запад, так называемый Орегон Трейл. В США очень много красивых природных достопримечательностей. Вот один из самых красивых каньонов. В США это Брайс каньон. Вы видите массу очень красивых таких произведений природы. Есть такая индейская легенда, что в свое время вот великий какой-то индийский дух, опечаленный большим количеством зла на земле, взял и всех недостойных людей, вот превратил в такие вот песчаные или там каменные изваяния. Очень такая интересная легенда своеобразная. Вот. Ну и наконец, действительно то, что известно большинству туристов, которые прибывают в США, это Гранд Каньон. Это колоссальное творение природы и собственно реки Колорадо, которая 10 миллионов лет пробивала в скалах такое ущелье длиной в 450 километров, шириной в 30 километров и глубиной в 2 километра. Действительно, самое настоящее чудо природы и один из самых посещаемых природных объектов для сопримечательностей в США. Также часто, так сказать, на рекламных плакатах, в частности, сигарет Мальборо и, так сказать, очень часто встречается в фильмах про ковбоев, про дикий запад. Вот эта картина. Такие старые осыпающиеся горы. Это так называемые Монумент Воли или Долина Монументов. Она расположена на границе штатов Юта и Аризона. Очень красивое и необычное место и очень любимое кинематографистами США. Ну и, наконец, штат Гавайи. Это единственный островной штат США. Это острова Оаху, это остров, на котором находится столица США, город Гонолулу и где находится Перл-Харбор, знаменитая военно-морская база США на Гавайях. Также есть крупный, очень самый большой остров архипелага, остров, который там называется Хавайи, Гавайи. Это, кстати, место, где есть действующие вулканы. То есть, там работают вулканологи. Там постепенно идут такие небольшие извержения вулканов. Ну, как ни странно, тем менее, на этом острове живут люди. Это тоже считается очень интересное место для проживания. Вот. А севернее Оаху есть экзотические острова, такие как Малакаи, Кауаи, Мауи. Вот. Ну, это такие очень райские места, где любят жить американцы. Особенно богатые американцы, выйдя на пенсию, часто приезжают сюда. Гавайи, безусловно, это место отдыха. Миллионы туристов ежегодно. Вот. Там очень хороший климат, надо сказать. Вот. Мне довелось побывать на Гавайских островах. И вот местные гиды рассказывали, что там средняя температура летних месяцев – это где-то плюс 28 градусов. Средняя температура зимних месяцев – где-то плюс 26 градусов. То есть, видите, разница совсем небольшая. Поэтому гавайцы чуть-чуть больше любят зиму. Это более мягкий климат в это время. Вот. Там бывают, конечно, тропические штормы, которые налетают. Но они быстро налетают, быстро уходят. Вот. На один-два дня все прекращается, так сказать, вся деятельность. Ну, а потом возобновляется, собственно говоря. Вот. И надо сказать, что на Гавайях жить, в общем-то, дороже, чем на любой другой территории США. То есть, там, зарплаты в среднем где-то на 10 процентов ниже, чем на остальной территории США. А стоимость коммунальных платежей, там, продуктов, питания, вещей, в общем-то, дороже в среднем на 15 процентов. Вот эти 10 и 15, в сумме 25 процентов, так сказать, это вот, как шутят сами гавайцы, это наша плата за жизнь в раю, в общем-то. Вот есть такая шутка у них. Ну, и здесь очень тоже любят бывать американские кинепотографисты. Очень многие известные кинофильмы, наподобие парк юрского периода, сериал Lost, потерянные там. Большая часть сезонов спасателей Малибу снимались именно здесь, на Гавайских островах. Здесь очень любил жить и сниматься в музыкальных фильмах с пресли. Вот. И это очень популярное место для туристов, для дайверов, для любителей снорклинга, плавания с ластами и маской. И действительно очень такое интересное, замечательное, необычное место. А здесь, кстати, находится знаменитая военно-морская база США Pearl Harbor, которая 7 декабря 1940 года была атакована японцами. И вот во время этой атаки был потоплен флагман Тихо-кеанского флота США, линкор Аризоны. И с тех пор вот его не стали поднимать, он так и покоится на дне. Видите, довольно мелкой бухты Pearl Harbor. Просто срезали все надполомные постройки и сверху поставили такой белый красивый мемориал Аризоны. И золотом вышли. Именно, примерно, трех тысяч моряков, погибших на этом линкоре. Вот. Это очень такое памятное место. И все, кто приезжает на Гавайи, стремятся здесь побывать. Там, перед посещением этого мемориала показывают документальный фильм об этих событиях примерно на 45-50 минут. И потом, собственно говоря, происходит экскурсия на мемориал Аризоны. Здесь же, на Ааху, на высоком холме, есть воинское захоронение, где тоже похоронены многие жертвы Второй мировой войны. То есть это не только туристическое место, но и вот такое историческое, памятное место для американцев. Ну, на этом наша сегодняшняя лекция закончена. Благодарю за внимание.